Одесса, 2 августа 2022 года, ночь с 1 на 2 августа прошла в Одессе относительно спокойно, хотя сигнал воздушной тревоги звучал один раз, его дали в 4 часа 30 минут утра и сообщение об отбое пришло в 4 часа 51 минуту. Даже во время воздушной тревоги канонады работы ПВО не было и ракеты обстрелов тоже не зафиксировано ни по Одессе, ни по области. Но вчера вечером в одном телеграм-канале пришло такое тревожное сообщение, что на краинах города и в области слышна канонада и на краю горизонтов видны сполохи прилетов. И слава Богу, буквально через 2 минуты в этом же телеграм-канале пришли уже фотографии с опровержениями, сказали, что это всего лишь гроза и сверкают молнии. Но если честно, после этого стало как-то немножко полегче. Министерство обороны России распространило такую довольно-таки фейковую информацию, что на крыше театра музыкальной комедии находятся расчеты ПЗРК, то есть, другими словами, находятся расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов. Для чего это было выдумано и для чего это распространяется, можно только гадать. Но большего бреда я в своей жизни еще пока не читал. А вот что не бред, а правда, это то, что компания Экотера, которая, владеет такими брендами, как Липтон, Брукбонд и Саито, уходит в конце этого года с рынка России. Выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто пишет добрые, сердечные и дружеские комментарии. Спасибо вам огромное, ребята. Приятно знать, что у моего замечательного города, у моей прекрасной Родины столько настоящих и добрых друзей. Всем своим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга. Всего вам самого наилучшего, самого доброго. И даст Бог. До новых встреч.